Утро, время для новых планов и начало дел. Вечер, час отдыха. Ну а программа «Деревенька» – это время хорошего настроения и полезной информации. Только у нас и только для вас все самое интересное. Во сколько у тебя рабочие ночи начинаются? Ну, у меня шести. А заканчивается? Во сколько закончится? Во сколько закончится, да. Первые тысячи в общий каравай. Хлеборобы Могилевщины ставят сельскохозяйственные рекорды, а секретами успеха делятся с «Деревенькой». Здесь направленность экологии. Во всем, начиная от отделочных материалов, блюд национальной кухни и, соответственно, услуг, которые предполагает комплекс оказывать с посетителем. Поудить рыбу, отдохнуть на природе и приобщиться к прекрасному. Эко-туркомплекс «Николаевские пруды» готовится принять первых посетителей. Рыцарь может изнавать завсюди. Рыцарь – это склад духу. Рыцарь – это человек, который держит слово гонору, который обороняет завсюди рудный кут, поважает старейших. Сильные, отважные и благородные средневековые рыцари сошлись в боях на замковой горе Мстиславле. Первые лидеры уборочной комбайнеры «Тысячники» появились на Могилевщине. Среди передовиков как уже известные имена, так и совсем новые. В помощниках у хлеборобов много молодежи. Победителям дали заслуженные вымпелы и подарки. Экипаж Вячеслава Карповича и Николая Рябцева с Александрийского в Школовском районе на Лексионе 580 на утро 24 июля намолотили свыше тысячи тонн зерна. Один из пяти лучших показателей по области. Поздравляем! Первые тысячи! Дай бог не с последней, шутят хлеборобы, включая водителей. Во сколько у тебя рабочие ничем мяса? Ну, у меня шести. А заканчивается? Лидерам заслуженные награды, но это только начало. Главная работа впереди. Это значит, что еще область на старте. Дай бог, чтобы погода такая, как сегодня, тогда после этого позволит нам где-то там до середины августа управиться с уборочной компанией зерновых. И это будет важно. А буквально через пять дней в Школовском районе состоялась новая торжественная линейка. Ранним утром, перед выходом комбайнов на поле, в Александрийском руководство района, хозяйство и профсоюзы снова чествовали передовиков жатвы. Экипаж комбайна Вячеслав Карпович и Николай Рябцев уже намолотили две тысячи тонн зерна. Спасибо. Комбайнеры – люди очень скромные и про свои успехи говорят просто. Ничего удивительного нет. Работай. Что посею, то и жни. Вот. Ну приятно, когда поздравляют. Конечно. Лучшие работники получили премии и подарки. Даже большие картины с пейзажами на память о жатве 2014. Но впереди очень много работы. На Шковщине убрали около трети посевных площадей, поэтому тут теперь ждут уже трехтысячников. Есть урожай. Есть урожай. Я человек суеверно говорить ничего не буду, но дай бог, что такими темпами, как мы сейчас убираем, и с тем валом, который сейчас идет, мы завершили уборку. Хлеб будет. В любом случае хлеб в этом году уже есть. Итак, фото на память и за работу. Хлеба, говорили о Шковском районе, стоят красивые. Убирать много. Комбайны в поле работают полные световые сутки. Мощные машины не простаивают, механизаторы очень стараются. На пользу хозяйству и себе. Они в день их счастья, скажем так. Они, естественно, чем больше, тем лучше. И на молодых денег так же. Хлеборобам Могилевщины – наилучшее пожелание от шкловских лидеров жатвы. Успехов и терпения. И удачи самое главное. А удача тут самая первая стоит. Вот я житель Хотик-городской, меня непременно тянет на природу. Конечно же, отдыхать на берегу озера и жарить сало на костре тоже хорошо, но иногда ко всему этому хочется добавить еще и комфорт. Совсем скоро на Круглянщине появится такое местечко, да еще и с экологическим оттенком. Авторы уникальной идеи создания экотуркомплекса – Круглянская ПМК номер 266. Деревня Лысковщина получила новое рождение. Так говорят на Круглянской земле. Когда-то здесь было одно лишь озеро, а уже в конце года в этих краях заработает экотуркомплекс Николаевские пруды со своей, как модно сейчас говорить, фишкой. Здесь направленность экологии во всем, начиная от отделочных материалов, блюд национальной кухни и, соответственно, услуг, которые предполагает комплекс оказывать с посетителем. Тихая водная гладь, яблоневый сад, пчелиная пасека и даже кролиководческая мини-ферма, которая появится неподалеку. Так что при желании можно будет отведать фирменное блюдо с пылу с жару в местном ресторане. Любой посетитель, который мог бы приехать сюда и который приедет, он может здесь же заказать сразу того же самого кролика, который здесь же сегодня незамедлительно разделывают, приготавливают и проподносят. Можно будет здесь словить рыбу, захотели, пожалуйста, вам ее приготовили. Профессионалы могут порыбачить самостоятельно. Новичкам, среди которых и программа «Деревенька. Паудить» помогут метры рыбной ловли. Немного терпения и карп на крючке. Пожалуй, один из главных объектов в Эко-туркомплексе – это дом-музей Николая Неврева, русского художника-передвижника, который провел в этих местах свои последние годы. Музей находится на том историческом месте, где именно жил Николай Васильевич Неврев. Здесь рядышком совсем его могила. Очень хорошо, что здесь будут представлены репродукции его картин, и гости данного комплекса познакомятся с творчеством этого великого художника. Несмотря на такую масштабную стройку, липовая аллея сохранилась в первозданном виде. Можно прогуляться и под тенью вековых дубов. У них и имена есть – дуб мудрости и дуб молодоженов. А маленький дубок, пока безымянный, будет расти вместе с комплексом. Молодоженам предлагаем, как сейчас модно идти, ключи, замки. Четыре ключа, у нас четыре пруда. Оно напрашивается на то, чтобы этот ключ бросить в один из прудов. Соответственно, и замок здесь оставить. Провести время на Николаевских прудах можно будет совсем скоро. Единение с природой в сочетании с комфортом. Что еще надо, чтобы отдохнуть и телом, и душой? В эти дни Мстиславль погрузился в настоящую атмосферу Средневековья. Шестой традиционный рыцарский фест собрал более 7 тысяч гостей. На протяжении двух дней участники фестиваля наблюдали за рыцарскими баталиями и нешуточными сражениями. Ну, а также могли видеть, как жили наши предки. Деревенька оружие в руки хоть и не брала, но со стороны наблюдала. Они не покачивают перьями на шляпах. Они идут стенка на стенку друг против друга во имя высоких идеалов, облаченные в 30-килограммовые латы. Настоящие рыцари и романтизированные воины прошлого. Каждый год они возвращаются на замковую гору в Мстиславле, чтобы сойтись в бою. На два дня Мстиславль превращается в настоящий средневековый город. Воины приезжают сюда с семьями, устанавливают шатры, отдыхают и тренируются перед битвой. Все как в настоящем походе. Близко и интересно то, что происходило именно на нашей земле. Во что верили наши предки, как они жили, чем они занимались. Именно восстановить, реконструировать быт нашего предка, который жил на нашей земле много-много столетий назад. Да, быть может, образ рыцарей романтизирован, но как не восхищаться этой удалью, этой силой, красотой? Одни всадники со своими верными лошадьми чего только стоят. Но рыцарство, как показывает практика предыдущих фестов, дело не всегда мужское. Галина Лобанова из Смоленск, оруженосец и медик в одном лице. На фест приехала с внучкой Мирославой. Маленькая принцесса с детства знает, кто такие рыцари. Они одеваются в доспехах, как у бабушки. А ты не хочешь быть рыцарем, как бабушка? Нет. А почему? Я буду водитель. Для рыцарей само понятие реконструкция не имитация, а большая работа с историческими материалами и фактами. У них все так, как было когда-то. И одежда, и быта, конечно, оружие. Фальшион называется. Ну, это такой он простой, конечно, сделан. Но тоже своими руками как бы вычищен, сделан. Щиты, естественно, тоже своими руками все сделано, склеено. Можно заказать многие элементы, доспехи, в том числе оружие. Но интереснее самому, конечно, это все сделать. Вот только во всех этих войнах и битвах рыцари и их дамы ищут то, что было утрачено много веков назад. Некую душевную составляющую, которой не хватает им и сегодня. Ну, я бы перенесла этот подых историчности, эту музыку, эти танцы, то, что кранала за душу. Это возвращает нас духовно к нашим прапрадедам, прапрапрапрадедам. Вы знаете, есть такое выражение, не зная прошлого, мы никогда не узнаем настоящего. И уж тем более будущего. Поэтому я считаю, что это наша история, которая сделана нас именно такими, которые мы есть сейчас. Крокодилы, змеи, обезьяны на деревьях. Все эти звери живут не в зоопарке, а в огороде. Они ручные, в смысле не прирученные человеком, а сделанные человеческими руками Екатерины Юрченко, уроженки Бобруйска. Как видим, и городские жители могут сотворить из своего подворья настоящее интересное местечко, где и побывала команда деревеньки. Обычно хозяева с творческой жилкой выставляют свои фигуры скульптуры на показ. Ну, там, скажем, у входа в дом на крыльце. А здесь, прямо в огороде, среди кустов, цветов, овощных грядок. Кого тут только нет. Обезьяны, крокодилы, птицы. И все это фантазии и умения Екатерины Юрченко. А фантазия, надо сказать, у нее еще та. Правда, муж иногда ворчит, говорит Екатерина Дмитриевна, но помогает. Муж в другой раз на меня злится. Ты, говорит, спи ночью и не придумывай ничего. Ну, так, как говорится, на основном его там просверлить, что-то спаять. Вот видите, какой он сделал мне для фасоли, какая красота. Он, конечно, делает, придумываю я. Специально хозяйка искусственно-живого зоопарка-огорода ничего не придумывает. Говорит, гляну, не гадится, сведу предмет, а в голове уже картинка складывается, композиция выстраивается. Это сук яблони у нас старый был. Муж говорит, спилю. Я говорю, нет, нет, не пили. Давай змею сделаем. Ну, змею сделаем. Кроме зверя, есть на подворе и другие персонажи. Например, тезка хозяйки, которую та окрестила императрицей. Не один персонаж. А может быть, двойной, тройной. Зимой это был Дед Мороз у меня. Тут Снегурочка была. Это Катерина моя, вторая. Я ее одеваю. Вот зимой Снегурочка, потом переодеваю, как хочу. Могу дамы в шляпы сделать. Ну, так. Их Екатерина Дмитриевна делает, чтобы внучков порадовать. А те и помогают, в том числе и по хозяйству. Я могу делать цветы, вырезать там все, колаблики делать, самолёчки. Змею вот такую тоже сделаю зеленую. Помогаю бассейн очистить. Вот такое оно хозяйство Екатерины Йорченко и его обитателей. Кстати, на память об этом уголке мы увезли небольшой экспонат. А на прощание радушная хозяйка, но не та, которая за моей спиной, а настоящая Екатерина Дмитриевна подарила нам вот такую вещицу. Светлая паучка. Говорит, он приносит счастье. 30 июля начинали задумываться о предстоящей осени. Особое внимание уделяли погоде. Осень будет такой, как последние два дня июля и первый день августа. Ну и у программы «Деревенька» есть своя примета. Если смотреть нас каждую неделю, то хорошее настроение гарантировано. Так что увидимся через 7 дней, они будут такими же интересными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok